Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если меня хорошо слышно. Отлично, от вас идет обратная связь. Спасибо вам большое, плюсиков много, значит, я делаю вывод, что меня все слышат. И мы начинаем сегодняшнюю нашу с вами встречу. Ну, я представлюсь для начала, да, меня зовут Олеся Селезнева. Скорее всего, вы обо мне много слышали. Ну, во всяком случае, мне будет очень приятно, если вы меня знаете. Сейчас я включила для вас наш ролик для того, чтобы вы поняли, что я из совершенно обычной семьи. Я обычная рядовая девушка. У меня есть муж и два замечательных сына. Старшему 5 лет и младшему 3 года. Можно сказать, что я совсем недавно шла из декретного отпуска. И в компанию я пришла, скорее всего, для самореализации, для того, чтобы доказать себе, да, что я что-то могу в этой жизни. Ну, и, конечно же, у меня в жизни очень сильная мотивация. Это мои дети. Когда мы делаем что-то ради кого-то, это очень сильно нас вдохновляет и мотивирует. Я в компании, ну, не сказать, что давно. Сегодня ровно 49 дней с момента моего старта в компании Армель. У меня уже есть результат. Опять же, я не хочу хвастаться, да, что у меня там какой-то супер-мега-пупер результат. Я вам хочу этим самым сказать, что всё возможно. Сейчас самое начало, и каждый из вас имеет шанс сделать то же самое, что и я, а может быть, даже в разы, в разы больше. Сразу скажу, что я не теоретик, я практик. И поэтому всё, о чём я говорю, это то, через что я прошла лично. И поэтому это 100% работает. Помните о том, что, в принципе, вы, придя в этот бизнес, вы пример для своей команды. Если вы зовёте людей к себе в команду, в бизнес Армель, да, вы пример. И нельзя мотивировать, например, людей продавать, если вы сами при этом не продаёте. Или, допустим, вы приходите в бизнес, вернее, пришли в компанию, да, при этом не строите структуру и начинаете звать всех подряд людей в бизнес. Тоже не будет результатом. Очень часто я встречаюсь с такой ошибкой у партнёров, что я вот начала всех звать в бизнес, и мне отказывают, отказывают, отказывают. Сразу мы немножечко меняем практику, начинаем с себя, с личного примера, и через какой-то момент ситуация уже в бизнесе меняется. Могу сказать, что наш бизнес – это как лодка, у которой два весла. Вот одно весло – это работа на земле, а второе весло – это работа в интернете. Можно грести одним веслом по старинке, да. Это, конечно, даёт результат какой-то, но вопрос, как долго можно грести на одном весле, и какой эффективный будет от этого результат, какая будет эффективность. Приведу такой простой наглядный пример. Например, у нас есть там какой-то земельный участок, и нам нужно его вскопать. Можно по старинке взять лопату. Здесь нам не нужны никакие знания, навыки, всем и выглядит лопата, как ей пользоваться, взять и долго-долго-долго копать. А можно взять, допустим, какой-то мотоблок, изучить, как он работает, как его нужно заправить, с какой интенсивностью нажимать, и вскопать всё гораздо быстрее. Это приведёт нас к более быстрому результату. Вот так же и в бизнесе. Можно работать более старым инструментом, да, а можно применить какие-то новые технологии и ускориться. Есть противоположная сторона – люди, которые работают только в интернете, мотивируя, что не надо никуда ходить, не надо продавать, можно сидеть, работать дома в любой момент дня и ночи. Но это тоже не вариант, потому что можно, конечно, настроить инструмент, да, он, это займёт какое-то время, это привлечёт определённый трафик к вам, но не будет того самого качества, о котором я говорю. Потому что мы не формируем потребительский рынок, и часто очень я наблюдаю такую картину. В структуре много людей, но нет качества. То есть маленький товарооборот. Это почему происходит? Потому что мы строим ширину, либо даже если мы даем людей в глубину, то нет вот этого связующегося сна, нет тех отношений, которые связывают людей. Все мы с вами знаем, что сетевой бизнес – это бизнес отношений, да, а интернет, он нам что, позволяет просто расширить наши границы. У меня за 49 дней в команде 4 страны – это Россия, Украина, Беларусь и Казахстан, и более 30 городов в структуре. Лично я пригласила уже 38 человек на сегодняшний день. Уже часть людей я тоже отдаю в глубину. Сейчас я вкратце хотела бы рассказать, что дает нам умение работать на земле. И первый момент – это, конечно же, первый инструмент – это холодные контакты. Это дает возможность с нуля нам начать бизнес в любом городе и помогает положить первые деньги в карман, потому что мы на продажах получаем от 100 до 1000 рублей сразу. И пока рынок свободный, мы на одних продажах можем хорошо заработать. Вот, уважаемые партнеры, я смотрю, что вы начинаете писать вопросы. Я, к сожалению, сейчас на них не отвечу в любом случае, потому что это очень сильно сбивает. То есть либо оставляем вопрос потом, либо можете потом в личку, да, задать. Но так будет очень сложно, и я уже чувствую, что я теряю мысль. Я хочу вам внести все самое ценное, потому что время достаточно ограниченное. Итак, холодные контакты – это навык работы с людьми. Вы в любом месте, в любой час можете всегда применить свои навыки, умения. Они от вас никуда не денутся. И начать бизнес с нуля, да. Главная задача работы на земле по холодным контактам – это умение распить лед. То есть умение перевести холодный контакт в теплый. Для этого я использую отработанные ключевые фразы. И первое, что я делаю, я вхожу в контакт. Как я это делаю? У меня есть три основных ключевых вопроса. Первый, я спрашиваю, можно к вам присесть? Или могу я вас на минутку отвлечь? И здесь нам важно получить три «да». Конечно, на этот вопрос, как правило, отвечают люди «да». Второй вопрос, который я задаю – любите ли вы духи, пользуетесь ли вы духами? Как правило, люди тоже отвечают «да», «да», «конечно». И третий вопрос, я говорю, ну покупаете вы, наверное, в Литуале или в Горше? И на этот вопрос я тоже, как правило, слышу ответ «ну да». И тут момент уже даже психологический. Если человек и не покупает, он все равно когда-то ходил, нюхал ароматы, потому что это престижно, это классно. Согласны же со мной, да? И дальше я прошу просто человека о помощи, потому что у нас люди так еще человечность не потеряли, и помощи никогда не отказывают. Я прошу просто человека протестировать аромат, а дальше продукт продает сам себя. Напишите сейчас, пожалуйста, в чате, сложно ли так вот к человеку подойти и задать ему три вопроса. Можно ли присесть, могу ли я вас на минутку отвлечь, любите ли вы духи, и покупаете вы в Ревгоше Литуаль? Да, конечно же, это несложно. Вы подтверждаете мое убеждение, и согласны, что этому может научиться абсолютно любой. То есть вы, и вы также легко можете научить своих партнеров. Это приведет вас к быстрой дубликации, а именно быстрая дубликация дает вам быстрый старт в бизнесе. Я вам скажу, что это делает даже мой пятилетний ребенок. Мне очень часто приходится его брать с собой на работу, и он уже мне даже подсказывает, мам, подойди мне к той тете, она, наверное, любит духи, она вам сидит губы, красит. Или он может, в принципе, и сам подойти, там тоже спросить. Он уже начинает разбираться в ароматах. То есть это, в принципе, легко и быстро дублицируемо. Поэтому я делаю это везде, где я бы не бывала. Получаю посылку, иду за хлебом, за молоком, оплачиваю коммунальные услуги, иду за ребенком, там, веду куда-то на секцию, я делаю это везде. То есть помните основное правило, чуть, регулярно, но каждый день. У меня планка для меня 15-20 контактов в день. Вот я не приду домой, пока я не выполню 15-20 контактов. И это дает мне результат. Поверьте, что в нашем бизнесе всегда работает закон больших чисел. Даже если вы делаете эти шаги очень мало, у вас все равно будет результат. Чем больше вы практикуетесь, тем вам просто проще становится это делать. То есть всегда сложно что-то новое начать. Первый раз страшно, второй раз не очень, а с третьего раза вам уже и совсем не страшно. Подойти к людям, особенно, когда вы видите результат. И в любом бизнесе первые 100 контактов – это как обучение. То есть вы натренировались, стали профессионалом и пошли. Поэтому быстрее делайте свои первые 100 контактов. И в этом случае я вам просто гарантирую, что у вас будет результат. Будут и продажи, и привлечения в бизнес. Вот вы только посчитайте, смотрите, 20 контактов в день, а в неделе 7 дней. То есть за неделю это получается сколько, 140 контактов. За месяц это 480 людей, которым вы что-то рассказали, которым вы что-то нанесли. И как вы думаете, из 480 человек, что ни один не захочет ничего купить или никого не заинтересует бизнес-возможность? И здесь, вот о чем я говорила, срабатывает число, срабатывает закон чисел. А кто-то просто приходит в компанию, сидит, ничего не получается и не продает. Поэтому нужно просто начать делать. Вот сейчас спрошу, напишите в чате, сложно делать то, о чем я говорю? Начать, поставить себе какую-то планку, там 5, 10, 15, 20 контактов, и начать это делать. Это сложно? Не сложно, не сложно, конечно, нет. Отлично. Скажите тогда, кто принял обязательство это делать с завтрашнего дня? Ага, много нас таких. Спонсоры, обращаем внимание на партнеров, которые сейчас пишут, они дали личное обязательство мне. Вот, поэтому следим за результатом, а результат непосредственно будет. Также в работе с холодными контактами, да, можно сочетать, это могут быть и арома вечера, можно ставить промостойки в торговых центрах, можно делать видеопрезентации, да. Кстати, на моем канале на YouTube есть видео, как я хожу с холодным контактом. И, в принципе, если кому-то после просмотра это поможет, я тоже буду только рада, потому что часто бывает, да, в ситуации, что вы живете в одном городе, спонсор от вас далеко, и иногда не хватает вот этого там волшебного пенделя, да, или какой-то поддержки, то, пожалуйста, можете посмотреть, представить, что мы вместе с вами идем, и я думаю, что, ну, результат, он не заставит себя ждать. И второй инструмент, который я использую на земле, это личные встречи. Это могут быть встречи один на один, то есть тет-а-тет, да, это могут быть встречи два на один, когда вы встречаетесь, вы, ваш спонсор и кандидат. Как я это делаю? Я зову на чашечку чая минут на 20. И здесь тоже важно сделать это просто, легко и доступно, потому что сейчас у нас рынок переполнен всевозможными предложениями. Если звонить человеку, говорить, знаешь, я рассмотрела для себя очень крутое предложение, я развиваюсь в новой компании. Он скажет, сразу включит стоп, просто скажет, все, извини, мне некогда, это не дня, или я уже это слышал, и все, и у вас не будет возможности с человеком пообщаться. Я говорю так, что, слушай, я хотела бы встретиться с тобой минут на 15-20. Найдешь на меня время? Естественно, последует вопрос там, а что такое? Либо можно сказать, что, ну, ты что, мне не доверяешь? Либо я вкратце могу сказать, слушай, есть предложение, которого не было еще в нашем городе, я просто хотела бы с тобой его обсудить. Уверена, тебе 100% понравится. Если не понравится, просто попьем чай, заодно увидимся, поболтаем. Найдешь на меня 20 минут? Как правило, человек находит. И здесь важно, опять же, не начинать с бизнеса. Нужно просто показать человеку продукт, потому что духи – это то, чем пользуется каждый человек. Его не надо убеждать, что это тебе нужно, что они вкусно пахнут. Люди и так ими пользуются, но покупают они это гораздо дороже, чем предлагаем мы. Поэтому мы людям сейчас на рынке предлагаем антикризисное предложение. И у нас 4 туза в руках, надо просто пойти и рассказать, и показать об этом людям. Это что касательно работы на земле. Что дает нам интернет? Вот еще момент, мне сказала, что вот такие личные встречи, они нам помогают найти ключевых людей в бизнесе, да? Потому что общаясь лично, мы с человеком устанавливаем вербальный контакт. Они нас видят, они нас чувствуют, они видят наши жесты, мимику и так далее. Что не позволяет сделать интернет? Когда человек находится за экраном, я даже в скайпе стараюсь общаться через видео, чтобы человек меня видел. А когда мы сидим за экраном, человек это ничего не видит. И к тому же, когда мы проводим личные встречи, мы вырабатываем в себе лидерские качества. Мы учимся говорить, мы учимся хорошо себя подать. Опять же, жесты, мимика, это все важно для вашего будущего лидерства. Потому что, поверьте, недалеко за горами то время, когда вам придется выходить на сцену, проводить какие-то обучения, проводить вебинары для своей команды. И все-все эти навыки вам обязательно пригодятся. Теперь, что касательно интернета. Здесь тоже есть свои плюсы. Интернет мне позволяет более эффективно использовать свое время. Например, вечер, когда я уже не могу к человеку прийти домой или подойти на улицы, или даже сделать телефонный звонок, я могу написать ему. То есть я использую для своей работы соцсети. Но основное правило, которое вы тоже должны учитывать, ну, по крайней мере, это мой совет, это делаю как я. Первое правило – это нужно установить контакт. Найти с человеком что-то общее. Не надо сразу заходить на страничку и тупо копировать какое-то предложение по бизнесу. Установите сначала контакт. Это может быть что-то общее. Например, работа, какая-то сетевая компания, либо дети, там, вышивка, кулинария. Иногда я даже просто задаю такой, казалось бы, ну, на первый взгляд, дурацкий вопрос. Например, там, Светлана, вы в самой Москве живете? Потому что мне важно получить ответ «да». И вот когда человек ответил «да», значит, он готов к общению. И он уже вас, ну, не должен там забавить, заспамить. И здесь у вас дальше пойдет общение. И дальше, после установки контакта, я опять задаю те же самые три основных вопроса. Скажите, вы духи любите, пользуетесь? Берете где? В Литуале, Ревгош. После ответов «да», я предлагаю либо встретиться, если это человек, да, с моего города, либо я уже могу предложить, ну, для ознакомления какую-то информацию, там, какой-то ролик или какие-то слайды, либо встречу в Скайпе предлагаю. К тому же интернет – это отличный инструмент для обучения. И если вы пришли на бизнес, тут у меня работает такая схема. Обучение плюс внедрение на практику не позднее 72 часов равно успех. То есть это то, что приведет вас к результату. Обучение, быстрое внедрение и получаем результат. Вот если вы сегодня для себя что-то услышите, новое, полезное, ценное, мой вам совет – в течение 72 часов примените это на практике. То есть завтра, послезавтра. Если этого не произойдет, поверьте, информация, она у вас просто просочится в никуда. И, опять же, это не приведет никакому результату. То есть основной момент интернета – это обучение, это работа в соцсетях. И плюс я еще веду мой канал на YouTube. Наверняка многие меня знают именно по моим видеороликам. Скажите, в чате есть те, кто знает меня по моим видео? Поставьте, пожалуйста, плюсик или напишите «да». Отлично! Таких очень много. Я очень этому раду. И вы, в принципе, подтверждаете мои слова, что если бы я не записывала ролики, не давала людям полезный, ценный контент, возможно, мне сегодня бы даже и не предоставили слова. Никто бы не знал, кто ты такая Олесь Селезнева. Поэтому вам нужно начинать делать то, чего не делают другие в интернете. Очень многие пишут какие-то статусы, посты, копируют друг у друга, вставляют на свои странички. Это умеют делать все. Кто записывает видео. И вот когда вы людям даете что-то ценное и полезное, вы зовете людей к себе как на личность. То есть вы формируете свой бренд. И люди начинают к вам притягиваться, притягиваться, притягиваться. В принципе, об этом можно говорить очень долго и очень много. Время неумолимо бежит вперед. Я скажу, что мне очень повезло, что в моей спонсорской ветке есть человек, который делает большие успехи в продвижении своего бизнеса через интернет. Благодаря его правильной работе я попала именно в его структуру. И я являюсь одним из ключевых игроков в его команде. Я бы хотела к вам человека, который имеет уже высокий статус в компании. Это 28%. Это Артем Тимофеев. И я передаю тебе слово Артем. Всем привет. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсы. Отлично. Тогда мы продолжаем. Спасибо большое, Олеся, за выступление. Спасибо тебе огромное. Я хочу поздравить этого человека. Сегодня Олеся совершила новый прорыв. Она закрыла директорский ранг 17% всего за 49 дней. И давайте дружно поздравим ее в чате и скажем ей спасибо за ту школу, которую она дала, за то, что она рассказала, за тот опыт, который она передала всем нам. Ну, а я продолжу эту тему. И я хочу подробно остановиться на интернете и как благодаря этому инструменту можно достигать больших успехов. То есть на примере Олеси во многом человек добился, ну, на мой взгляд, очень высокого результата, благодаря чему? Потому что она записывает активно, в том числе активно записывает видео. Эти видео расходятся по сети. Люди смотрят эти видео, передают из рук в руки, делятся ими. И ее люди начинают находить. Поймите, что главный момент движения в интернете – это ваша узнаваемость, это ваш личный бренд, это то, насколько люди вас знают, это то, как люди вас находят. Скажите, пожалуйста, кто из вас хочет не искать людей в интернете, не писать этим людям в поиске партнеров, в поиске клиентов, в конце концов, а чтобы люди сами вас находили, чтобы люди писали вам. И вот, ну, кто считает, что это и есть тот самый уже успех, когда люди вам пишут? Здорово, да, очень много таких желающих. И скажу честно, я когда пришел в этот бизнес, я об этом мечтал. То есть я мечтал, что наступит тот момент, когда мне не придется десятками писать тщения, искать людей, которым будет интересен бизнес. Я мечтал о том, что люди будут сами ко мне писать, обращаться, просить их проконсультировать по бизнесу. В настоящее время, в день, мне пишут примерно по 5-10 человек с просьбой рассказать им более подробно о бизнесе, с просьбой ознакомить их, с просьбой зарегистрировать их в свою команду. И этому я обязан одному отличному инструменту. Этот инструмент называется интернет. Благодаря такому инструменту, как интернет, за год в бизнесе я лично зарегистрировал около 160 партнеров. Я не считаю это самым великим из возможных результатов, но это было бы невозможно без грамотного и умелого использования всех инструментов, всех возможностей, которые нам дает интернет. что в совокупности включает в себя такой инструмент, что нужно делать на самом деле. Скажите, пожалуйста, у кого есть своя группа ВКонтакте? Напишите, пожалуйста. Отлично. То есть у многих есть группы ВКонтакте, да. Я скажу прямо, что это очень важный инструмент работы. И где-то половину своих партнеров, половину своих ключевых людей я получил благодаря группам ВКонтакте. Нескольким группам. А теперь скажите, пожалуйста, кто понимает, для чего им группа ВКонтакте, как эту группу вести, как с ней работать, и вообще откуда там появятся люди, которые придут в ваш бизнес? Вот. И сейчас мы на примере комментариев видим, что многие люди делают, но не понимают, для чего они это делают, и не понимают, как это делать. Это и есть главная проблема. Почему? Потому что как можно прийти к цели, не понимая, какими способами к ней идти, и, собственно, вообще, что нужно делать. Так вот. Во-первых, создавая группу ВКонтакте, нужно четко понимать, с какой целью вы ее создаете, кто туда придет, на кого ориентирована эта группа. То есть целевая аудитория. Либо это будет группа, в которую вы будете приглашать друзей, знакомых, людей, с которыми вы провели встречу, дали им какую-то информацию, например, либо проконсультировали их в скайпе, в интернете и пригласили в эту группу. И тогда этот контент будет один, контент этой группы, содержание ее. Либо эта группа, в первую очередь, ориентирована на людей, которые придут к вам извне. Может быть, это будут сетевики других компаний, может быть, это будут просто люди со стороны бизнеса, или люди просто, которые в интернете увидели эту группу и зашли в нее. И на самом деле, ведение этих групп, оно совершенно разное. То есть, поэтому вы должны четко для себя понять. На этой школе я не буду подробно рассказывать о основных принципах ведения групп, написания постов, создания контента, потому что это будет отдельная школа. Я обещаю ее провести, я думаю, в ближайшие месяцы. А я расскажу здесь вкратце основные моменты. Смотрите, на самом деле, еще одним важным элементом, который привлекает к вам людей, дает вам новых партнеров, это ваш имидж. И вот здесь, на этой страничке, я написал основные моменты. Что же такое имидж на самом деле? Имидж – это мнение людей о нас. Это наша репутация и восприятие нас другими людьми. Это отражение нас в глазах других людей. Имидж – это важнейшая составляющая вообще вашего успеха в MLM. Вам нужно стать личностью, вам нужно быть интересным людям, вам нужно показывать людям путь к успеху. Вы должны быть для людей, в глазах людей, олицетворением этого успеха. Только тогда люди пойдут за вами, люди пойдут на вашу страницу, люди будут вам писать сами, потому что вы должны отличаться от других людей, потому что если вы будете как все, то вы просто потеряетесь в интернете. Вы должны быть особенными, вы должны быть эмальными, вы можете, вы должны показывать, повторю еще раз людям своим примером, как вы добиваетесь успеха, как вы идете наверх, почему люди должны присоединиться к вашей команде. На самом деле есть всего три причины, почему к вам подписываются люди. Их всего три. Первое – это то, что вы человеку нравитесь. Второе – люди вам доверяют. И третье – они видят, что вы их многому можете научить. И ведь на самом деле это так, потому что если вы не нравитесь человеку, он вряд ли пойдет вам в команду, он вряд ли зарегистрируется к вам. Если вы, например, позволяете себе на своей страничке в интернете, к примеру, какую-либо неряшливость, если вы позволяете показать какие-то негативные стороны своей жизни, которые произведут о вас плохое впечатление. Люди начнут от вас отворачиваться, люди не захотят к вам в команду. То есть вы должны производить впечатление, в первую очередь создавать впечатление бизнесменов, создавать впечатление серьезного человека, за которым хочется идти. Также вы должны вызвать у человека доверие, вы должны быть тем человеком, за которым можно идти, на которого можно положиться, на которого можно всегда опереться и понимать, что этот человек приведет вас к успеху. Ну и третий момент, что люди видят, что вы их можете многому научить, что вы им можете многое дать. Когда вы становитесь тем человеком, который обучает других людей, обучает людей массово, например, вы начинаете проводить школу, вы начинаете проводить вебинары, естественно, люди за вами следят, люди хотят за вами идти, потому что они понимают, что вы им можете дать. Всегда задавайте себе вопрос, что я могу дать своим партнерам, чему я могу их научить, что интересного, что нового я могу вообще привить в этот бизнес. Соответственно, важнейшей составляющей вашего имиджа в интернете является ваша страничка. Допустим, страничка ВКонтакте. Почему? Потому что 99% людей в нашем бизнесе, они работают ВКонтакте. Кто-то совмещает эту работу с работой в Одноклассниках или в Фейсбуке, например, но ВКонтакте работают практически все. На что вообще пользователи обращают внимание, заходя на нашу страницу? В первую очередь, в первую очередь, все смотрят на фото. Ваше фото – это отражение именно вас, то есть ваше фото должно быть качественным, красивым, должно быть видно ваше лицо, ну и так далее. То есть, я повторюсь, я не буду слишком подробно отжевывать, это будет отдельная школа, где мы это все подробно разберем. Соответственно, ваше имя. У вас должно быть полное имя, то есть имя, фамилия, не какое-нибудь шутливое имя, то есть не псевдоним, к примеру, там, ну, какое угодно я имею в виду. Желательно ваше имя, фамилия, по которому люди вас будут узнавать. Неуменьшительно ласкательное имя, опять же. То есть, вы должны показывать себя серьезного бизнесмена. Вот сейчас, я не обращаю сейчас внимание на чат, на самом деле, но вот мне понравился один вопрос, что делать людям, которые живут в маленьком городе, где население всего 10 тысяч человек. Я открою такую страшную тайну, точнее, это не тайна абсолютно, это говорю всем, что абсолютно не имеет никакого значения, где вы находитесь. Потому что для многих главной причиной не делать этот бизнес серьезно, либо не делать его вообще, является такая отмазка, что, ну, я живу не в том городе, не в селке, не в том населенном пункте, у нас люди не такие, ну, ишь все не так. На самом деле, везде люди одинаковые. Есть редкие исключения, но о них мы сейчас не будем. Вообще, в целом, люди везде одинаковые. Если у вас не идет где-то бизнес, именно, как вы считаете, из-за территориального местоположения, то вероятнее всего, просто не такие вы сами. Если у вас не получается, начинайте всегда с себя, не с людей, потому что в целом у нас в стране люди одинаковые. Но почему-то у кого-то все получается, бизнес идет, а у кого-то не получается, практически ничего. Всегда первая причина нашего успеха, либо неудачи, находится в нас. И когда мы это начинаем понимать и принимать, то мы можем уже это менять и на это влиять, соответственно. Далее, опять же, продолжим тему, как пользователи оценивают нашу страницу, на что всегда смотрят. Смотрят на статус. А в статусе старайтесь указывать всегда, чем вы занимаетесь, направление деятельности, пару слов о себе. То есть, не надо писать какие-либо там статусы о неразделенной любви, депрессивности, ну и так далее. Четвертое, на что люди обращают внимание, это наши друзья. То есть, та колонка, где появляется шесть друзей, шесть друзей онлайн. Это также очень важно. Почему? Потому что, как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Знаете, такую известную поговорку, я думаю, многие ее слышали. И очень важно, чтобы у вас в друзьях не было, скажем так, мертвых пользователей, так называемых собак, либо их было как можно меньше. Потому что, когда вы заходите к человеку на страницу и видите, что половина его друзей это так называемые собачки, ну я думаю, ваше доверие к этому человеку резко уменьшается. Опять же, очень важно на странице заполнять всю информацию о себе, заполнять информацию честно, точно, правильно, максимально информативно, чтобы люди могли узнать о вас получше. То есть, они могли зайти на вашу страницу, прочитать и понять. То есть, не имеет смысла что-то скрывать, ну я имею в виду, скрывать из того, что можно показать. Наоборот, нужно быть максимально публичным человеком. Ну и шестое, естественно, опять же, на что люди обращают внимание, опускаясь пониже по вашей страничке, это ваша стена. Есть несколько типов введения стены. Это открытый тип, закрытый тип, ну и смешанный тип. То есть, когда люди могут либо сами вам писать на стену, либо оставлять комментарии, либо ваша стена полностью закрыта. Идеальным раскладом является тогда, когда на вашей стене можете писать только вы, но комментарии могут оставлять все. Почему? Потому что, если вы делаете открытую стену, то на эту стену варится куча различного спама, куча уведомлений от игр и так далее. Это совсем не нужно. Опять же, это будем разбирать подробнее дальше. Следующим моментом и инструментом вашего продвижения в интернете является подача правильного контента. Что такое контент? Контент – это возможность ежедневно влиять на потенциального клиента или потенциального партнера и вести с ним диалог. То есть, для всех нас очень важно, чтобы потенциальный клиент или партнер зашел в нашу страницу, заинтересовался нами или нашим предложением, ну и, соответственно, подписался к нам либо купил. И тот контент, который мы создаем, это и является основным средством привлечения аудитории. То есть, на примере Олеси Селезневой скажу, что ее полезный контент во многом ее видео, потому что это реально интересные, классные видео, которые привлекают большое количество внимания к ее странице, к ее каналу и так далее. Контент бывает информационный, развлекательный, продающий и комбинированный. Я, наверное, сейчас опять же не буду на каждом останавливаться подробно, потому что тогда школа растянется очень и очень сильно. Основная суть это показать сейчас эти инструменты. Я еще раз повторюсь, я обещаю дать подробную школу, где мы разберем это пошагово, поэтапно и предельно понятно. Самое главное, многие как инструмент рекрутинга используют спам. Напишите, пожалуйста, кто сейчас в работе имеет 10, 20, 30 страниц, которых людям всем подряд рассылает как-либо сообщения с предложениями бизнеса, покупки духов и так далее. Бывает, да? бывает, бывает. Нет, нет, нет. но очень радует, что большая часть нет, но у некоторых бывает, да? Я скажу честно, я когда начинал свой бизнес в Армель, я пробовал все. Этот элемент я тоже попробовал, но мне не понравилось, потому что результата он не дает. И главный момент, о котором я всегда говорю в своей команде, не спамьте, не нужно навязываться к людям, которые у вас ничего не просили. То есть, не нужно писать всем подряд, не тратьте время не свое, не тратьте время людей, не вызывайте негатив к этому бизнесу. Я думаю, многие знают такую прекрасную компанию, как Арифлейн, да? И на самом деле сейчас большая проблема этой компании в том, что они реально заспамили рынок. Люди, когда слышат сейчас слово Арифлейн, у них это ассоциируется с навязчивым спамом. Они просто перешарахаются от одного слова и упоминания компании Арифлейн. Все почему? Потому что принцип работы компании в интернете сводится к самому банальному спаму. Потому что этому легко обучить. То, что это не работает, это уже другой вопрос. Поэтому еще раз повторюсь, откажитесь от спама, не создавайте негативного впечатления о нашей компании, не создавайте впечатления о себе в первую очередь, как о непрофессионалах. Вы должны быть выше этого. В первую очередь работайте над собой, работайте над своими страницами, работайте над своими другими инструментами продвижения в интернете, развивайте YouTube канал, развивайте свой блог, например, развивайте свои группы ВКонтакте, наполняйте их полезным контентом, делайте все, чтобы людям было интересно следить за вашей страницей, следить за вами, следить за вашей жизнью, следить за вашими группами ВКонтакте. Поэтому я думаю, что на сегодня эта информация нам всем будет достаточно. Я сделаю такой небольшой промоушен наперед. Кто знает, какие мероприятия у нас будут в ближайшие выходные и через неделю? Кто знает о мероприятии в Краснодаре 26 ноября? Отлично, многие знают. А кто там будет? Напишите, пожалуйста, поставьте плюсы, кто будет в Краснодаре, кто знает, что там будет. Отлично, много людей туда поедет, я там тоже буду и в Краснодаре нас ждет мощнейшее, великолепное обучение от топ-лидера компании, от Александра Шудеговой. Я думаю, каждый, кто попадет туда, получит важнейший багаж знаний, получит огромный заряд мотивации перед самым важным месяцем этого года, перед самым сладким месяцем наверное для нас перед декабрем и я призываю всех, у кого есть такая возможность приехать 26 числа в Краснодар, через неделю это будет Ижевск, в чем в Ижевске будет два дня обучения, то есть территориально уже каждый сам решит на какое обучение ему попасть, у кого получится приехать и туда и туда это будет вообще здорово и великолепно, но я повторюсь, очень важно для себя понять, для чего вы пришли в этот бизнес и что вы хотите, если если ваши цели реально высоки и не останавливаются на планке 10 тысяч в месяц то вы должны быть на событиях, вы должны быть на всех событиях, я имею право это говорить, потому что я придя в компанию Ормель я не пропустил ни одного крупного события выездного, я посещал все эти события, ездил на них, ну и соответственно теперь я получаю свой результат, я могу рекомендовать вам отложить все свои какие-то дела на день на два и сделать все возможное чтобы быть в Краснодаре, в Ижевске, ну а в дальнейшем Красноярск и Хабаровск, но до этого еще есть время, то есть сейчас в первую очередь Краснодар, Ижевск. Всем огромное спасибо за внимание, я думаю, что сегодняшняя школа была для вас очень полезна и интересна, спасибо огромное Олесе, это была ее первая школа, ее первое выступление, я думаю, оно вам понравилось, ну а всем желаю отличной недели, завершения недели, отличного закрытия месяца, до которого осталось всего 5 дней, ну и максимальных квалификаций, максимальных результатов. Спасибо вам огромное, с вами был Автем Тимофеев, до новых встреч. спасибо. Продолжение следует...